Добро пожаловать на просторы канала Снеги Дайс. Четыре года назад, когда я только разбирался, нужно ли мне покупать подвал, чтобы играть в ДНД, в интернете было не так много информации. Именно из-за этого у меня в основном и загорелась жопа, что я сам начал снимать развлекательный контент, стараясь продвигать настольные ролевые игры в России. Мне захотелось изучить, а что же теперь спустя это время можно посмотреть на ютубе по ДНД и другим ролевкам. Просто в виде количества просмотров, которые собираются под моими видео, мне кажется, что смотрят только меня. И пора это изменить. Я потратил очень много времени, постарался найти прям всех, кто снимает и поместил в это видео. Сейчас кратенько обозрею и поделюсь с вами своим мнением. Обязательно, обязательно ставьте лайк, чтобы продвигать настольные ролевые игры в массы. И мы начинаем. Магеллан Гик. Кстати, благодаря Магеллан у меня появилась идея подобного видео. Ведь именно Магеллан собирает во вкладках каналы все каналы панри, которые он нашел. Это прекрасно. Помимо того, что Магеллан отличный мореплаватель, он еще спонсор неочевидных и крутых тем для обсуждения. Советы, как правильно сломать ДНД, на что потратить золото в ДНД, рыбалка в конце концов. Я лично его фанат, надеюсь вы тоже. Nice Table Game. Канал о разных ролевых системах. Да, существует много разных ролевых систем помимо ДНД. В этом году планирую начать знакомить вас с ними. У него можно послушать про игры по Ведьмаку, Ктулху, Киберпанк. И еще есть переводы. Этот дядька вообще научил меня основам. Спасибо, Мэтью Ковилл, спасибо. Здесь вы найдете советы новичкам и идеи уже для бывалых мастеров. Как вам то, что ребята играют в ДНД по Скайриму? Я еще кайфанул от Ктулховской версии омерзительной восьмерки. Я и даже делился в Телеграме. У них бесплатное такое приключение. Лор. Тут шесть лет возводились горы качественных, детальных роликов разбора разного лора Подземелий Драконов. От основополагающих видео истории, с чего тут все началось, до подробной инфы о том, как размножаются люди. Изначально я хотел распределять все каналы по тир-листу и собрать некий топ. Но потом от этой идеи я отказался. И поэтому сейчас перед вами мешок с разными контент-мейкерами. Изучайте, расслабляйтесь и выбирайте своего. Choose your character. Рыжий библиотекарь. Ни разу не рыжий. Не понимаю, зачем вводить людей в заблуждение. Ну а качество подачи и сам контент заставляют сердце, конечно, остановиться и с вдохновением и усладой смотреть еженедельные новости из Нари. Всеволод Крафтер. Название канала говорит за себя. Крафтит диорамы, миниатюры, ширмы и рассказывает о процессе. Димка Крафтер. Димка это не мой брат Всеволода. Он покорил меня туалетом мимиком и крафтом доски объявлений о поиске Шрека. 20 games. Отличная возможность понаблюдать за самобытными, приятными, живыми играми. Скилл чек. Вы только посмотрите на этого мужика. А теперь на меня. На мужика? На меня. Кто реально похож на матерого Денжин Мастера? Ну естественно он. Ибо он поясняет за редакцию 3.5. Да и просто делится своим опытом. Последнее видео было о том, как он собирает стол для игры. Посему передаю ему медаль тру Денжин Мастера. Вечерние кости. Лучшие. Легенды. Столько теплых, невероятно мощных игр они сыграли. За ними действительно увлекательно наблюдать. Интересный факт. Единожды мне даже удалось поиграть с Виталием в одной команде. Мы были игроками. Столько энергии от него прям заряжают. Удивительный человек. Благо за время существования канала они отсняли очень много игр, которые не потеряли своей актуальности. И можно вечерами просто смотреть вечерние кости. Эноа. Эноа. А Виталию-то все еще можно выцепить и продолжить наблюдать за раздающимся эхом Эноа. Александр Данилов. Нет, это не окаменелость. Протрите глаза. 9 лет назад он уже вовсю продвигал Нари. Я в это время еще школу не закончил. Отличная капсула времени. Удивительно сейчас смотреть такое. Братец Ву. Если речь зашла о древних временах, то также 9 лет назад проводником в мир ДНД для многих стал Братец Ву. Roll4Brow. Авторский кампейн по системе Pathfinder. Довольно качественная реализация записи домашних игр. Living Room Studio. Патологоанатомы утверждают, что внутренняя красота человека сильно преувеличена. Но ребята так не считают. Разнообразие по жанрам кампаний. Ролевой фреш с новостями. А когда-то давным-давно переводы святого Мэттью Мерсера, который позволил тысячам зрителей осмелеть и прыгнуть за ширму мастера. Random Rules. Лорд токсичности и великолепного красноречия. Легендарный Нейт. Крестный товарищ Дайс. Да всего лишь одна игра во вселенной Overlord заслуживает всеобщего обожания. А там еще и по готике были игры. Лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Видео по ранним редакциям ДНД, ОСР, Шадоуран, Клофтуху, записи игр. Мне очень зашло размышление о старой школе ДНД. Лучшее место для любителей ретро штук. Клуб Day20. Перевод Journey Quest, это комедийный фэнтези сериал. И записи различных игр. Грядут приключения. О, это уютный уголок безопасности. Игроки настоящие актеры, что выводит игры на какой-то невероятный уровень. Я там был и готов это подтвердить. Эльф Металист. Главный мастер выпустить ролик и пропасть на целый год. Но она того стоит. Море, лес. Не море, не леса, зато эталонные игры в онлайн формате. Именно на них я ориентировался по технической части записи. Еще они запустили свой подкаст, но на этом моменте пропали. Как и многие другие каналы, к большому сожалению. Поэтому я надеюсь, что вот этот ролик будет лучиком солнца. Которая будет играться со стеклышком. И это стеклышко разовьет целый пожар. И вы снова загоритесь и продолжите снимать. Да, очень жду. Мы все очень ждем. Бесценный опыт. Это шоу, в котором друзья собрались вместе, чтобы поиграть в ДНД. Записать это на видео и поделиться с вами. Или еще я это называю бесценный опыт для меня, как мастера. Когда я люто накосячил и осознал, какие вещи стоит подтягивать, как для мастера. Герои метагейминга. Это лучшее из худших. Это буквально написано в их описании. Много играют и берут интервью у разных деятелей. Нари обезжиренный. Видео по игре DayR. Как убивать боссов. Механики. Гайды. Да, я не сошел с ума. Иногда он снимает и про ДНД. Интересное рассуждение. В общем, плейлист за ширмой мастера. Невероятная годнота. Evil Dice. Злые советы, которые из себя представляют охренительно полезные выпуски с разбором разных аспектов. Вот, к примеру, как вводить антагониста в приключения. Или как создать арку персонажа. Но это все меркнет под возможностью понаблюдать за тем, когда вводят сразу два мастера. Дракон в шкафу. Могу сказать, что это шикарнейшее название канала. Я уже готов сегодня менять свой невзрачный Sniki Dice. Разнообразные крутые игры. Приятно смотреть. Мастер подземелья. Еще один человек, забравший самое лучшее название канала. Да еще и выпустивший всего лишь одно, но гениальное видео, отвечающее на самый главный вопрос. И все, после выпуска успешного ролика, автор канул в лету. Автор, надеюсь у тебя все хорошо. Подземелье и близняшки. Если и учиться играть через Roll20, то только с помощью двух близняшек. Подвал для игры в D&D. Никита сидит в подвале и пилит полезные видео по D&D. Обычно используя Paint. Ну так даже выходит вполне неплохо. Дмитрий Лаврухин. Потрясающая подача, обзор различных наборов. Любовь к сеттингу Ravenloft вылилась в крутые разборы официальных штук. Больше направленность к колдскульному. Crafting Forge. Парень ответил на главный вопрос мироздания. Что делать, если не с кем играть в D&D? Играть в видеоигры, похожие на D&D. А еще скрасить одиночество поможет приготовление блюд. Ни одному же мне с моей женой готовить. И я надеюсь вы помните, что если в названии канала есть крафт, то это значит, что вас ждет крафт. Здесь это покрас миниатюр. По ту сторону страниц. По ту сторону страниц скрывается нейросеть, дегенерирующая столько годного контента, сколько не успеешь пересмотреть. Вот тебе обнаженные девочки, а вот тебе создание захватывающих погонь. Вот тебе D&D рэп. А вот тебе как играть один на один, когда один мастер и один игрок. И так до бесконечности. Все темы захватили. Таверна красногривая. Хроники Манчкина позволят вам собрать инбу. История великих гиков поведает вам об истории великих гиков. Разбор механик и многое другое, но самое главное, что... Отдаю медаль. Автор вновь выглядит как настоящий дэнджин мастер. А любовь автора к поням не может не умилять. Дайсхэт. А лекция была интересная? Пока не заснул? Нет. А потом не знаю. Но это не про этих ребят, ибо тут лекции по нри. Некродайс. Идея заворачивать трейлеры игр в обложку обычной партейки в ДНД заслуживает Оскара. Остальной контент тоже хорош. В костях у Монтикора. Липецкие ребята играют Ктулху и Pathfinder. Ти Патти Адвенчур. Что сказать, канал пестрит разными играми. В основном сейчас это по Драгон Эйдж. Ведьмин уголок. ДНД по вебку. Самая лучшая ведьма это та ведьма, которая не спалилась. А эту я заметил, так как играет через вебку. ДНД Нью Ворлд. Респект таким ребятам, которые, несмотря на сложные погодные условия, продолжают вести свою компанию. Олеся Пыш. Хороший, красивый, приятный, нравящийся, одно удовольствие, мягкий, славный, в охотку. И я могу перечислить все 163 синонимы слова. Классный и приятный. Так как я посмотрел видео эстатика ДНД и до сих пор под впечатлением. Ходит мнение, что все ее подписчики превратились просто в сахарную вату. Пока на нее смотрели, засахарились. Поводильник. Маэстро. Мастак. А также дремучий Денжин Мастер. За 7 лет выпустил около миллиона полезных выпусков с советами. Очень весомые и уникальные мысли. Рекомендую к просмотру. Поводильник лайф. А это записи игр Поводильника. Очень атмосферно, свой сеттинг. Приятно. Онлайн ширма. Гордон Рамзи от Мира Ралевок. С ним вы не пропустите ни одну новость из мира ДНД. Курас кропотливо отберет и обсосет любой вопросик и положит в табличку. Уютная Гадзеба. Козы Гадзеба. Древний, как сама шутка про Гадзеба. Автор курса молодого приключенца, по которому я, собственно, и пытался осознать ДНД. Таверна Пушистый Дракон. Сели парни поиграть, да картишки раскидать. Диай Виш. Распаковка и обзор настолок и систем. Гений, столкнувшие ДНД и Pathfinder. Битвенный клуб, накидавшийся барсук. Больше известный как рассадник мемов ВК, но и также играют, да мёд кировский попивают. Энни Кей. Настольные игры Dungeons & Dragons. Исключительный и неповторимый, опытный мастер, доносящий годные мысли, а также обзор настолочек. Низкий поклон и, как всегда, выдаю медаль. Сундук в конце подземелья. А вы знали, что все существа из бестиария выберутся и побегут именно в этот сундук? Великое путешествие. Так, это два разных канала, но тот же самый голос и повторяющиеся темы, но разный текст тем. Семье Бахамута или Металлическим Драконов. Я, кажется, нашел сейчас повторку, и оба канала сейчас просто схлопнутся и исчезнут, как вот эти вот алмазики, которые мамы играют. Фэнтези Таверн. Это именно то заведение, где ты услышишь голос тавернщика и не сможешь больше делать ничего, думать ни о чем, кроме как продолжать слушать. Радагаст Карри. Настоящий данжен мастер, ведь даже в обычной жизни он носит солнцезащитные очки, чтобы всегда ощущать себя в темных данженах. Это удивительно и любопытно слушать разных мастеров, тем более с богатым опытом. Очевидно, выдаю вновь медаль. Ведро кубов. Ребятам из Living Room явно надели ведра на головы, и пока те из этого не видят, наши герои воссели за их игровые места и начали записывать свои игры в Pathfinder. Ну и не только. Болтливый Барт. У меня только один вопрос. Почему вы, когда играли в D&D с понями, не позвали чела из Таверны Красногривая? Все, больше вопросов нет. Контент классный. Мастерская Сибирские коты. Shut up and take my money. Требую больше подобных видео о производстве игровых столов. Это очень увлекательно. Кости поднимаются. Dice Rice. Лучшие гайды по Tale Spire. А также любопытный факт. Автор вводит игры в Google презентациях. Sherry Dance. Огонек и его друзья сели за стул и пишут подкаст о всяком. В частности, подробно беседуют о классах. Atlas Arcane. Скажу лишь одно. Пожалуйста, верните превьюшки огонь. Темы огонь. Увлекательно. По делу. Хочу еще. Что-то типа крафт. Что-то типа зря заброшенный канал про создание сочных полей для сражений. Игры с умом. Требую переименовать в Игры с умом крафт. Ну ладно. Игры с умом крафт. Подкаст Pathfinder Warhammer. Вот как-нибудь так. Flim Flamp. Заброшенный канал с невероятным потенциалом. Request. Деньги не пахнут, потому что их отмывают эти ребята. Ибо у них невероятно сочный продакшн. Я удивлен, что не натыкался на них раньше. Monster Pack of Fucking Stark. Полный кампейн по долине ледяного ветра. Получается, что ждем нисхождения Вавернус. RPG Archaeologist. Пока смотрел, посидел и начали болеть коленки. Ведь это канал о настольно-ролевых играх в старой школе. На Стрие Куба. Безумные ролевки с 90-х. Пять причин полюбить Фатал. И вы просто обязаны узнать о Пун-Пуне. И если вы не слышали о Пун-Пуне, то мне не о чем с вами говорить. Idea Dice. Однажды у человека появилась идея. Перевести игру Стивена Колбера с Мэтью Мерсером. И он это сделал. Но, видимо, больше пока что идей не появлялась. Очень ждем. 3 damage. 3 урона качественным контентом прямо в сердечко. Это как One for All сериал, только без красивой тифлингши, но с прекрасными мужиками. Действительно уникальный проект, стоящий вашего внимания. Обязательно переходите, познакомьтесь, если слышите об этом впервые. Я жду приглашения на съемки. Хотя бы какой-нибудь камео. Minimax Studio. Первое правило владельца принтера никому не рассказывать о своем принтере. Но это не про этот канал. Рассказывает о 3D-печати, гайды, покрас, ремонт, миниатюры, террейн, рюкзак приключенца. Ребята прям как мы играют в затерянные рудники. Прям как мы, потому что они тоже не доиграли. Да, рудники у нас на канале. Все. Но я пишу сейчас свой кампайн. Подписывайтесь на Boosty, если хотите наблюдать и следить за самим процессом. Саня ДНД. Саня не возвращает сотку, так как давно ее потратил на ДНД, став с Алиэкспресс. И всратая свои косплеи. Но несмотря на это, Саня наш лучший друг. Long Rest. Что нужно знать о попаданцах, как написать плохой роман и до хрена стримов на сочной темы. Автор, вернись. Всех призываю вернуться и снимать, пожалуйста. Роллевая кухня. Ребята настоящие тараканы, ведь фуллтайм тусят на кухне. Pathfinder Online. Играем и обсуждаем Нри. Собственно название канала уже все описала. Таверна 20 граней. Они тоже могли назваться Pathfinder. Играем и обсуждаем. Request for Quest. Квинтэссенция 15-летнего мастерского опыта с шикарной подачей и разнообразием тем. Медаль Real Dungeon Master. Вручаю без раздумий. Хотя я сейчас подумал, моя выдача медали это... Получается я ее выдаю всем, кто выглядит взросло. Или имеет очки. Или внушительный вес. Или бороду. В общем, это на самом деле весьма нелепо. Поэтому все, я отменяю. Отдайте, отдайте обратно. Отменяю эту медаль. Точнее, нет, наоборот. Все получают эту медаль. Все, всем. Вот так вот. Все, кто создает контент по ролевкам. Крут, молодец. Мы все умнички. Давайте друг друга поддерживать. Как, собственно, я сейчас и делаю. Искатели приключений. Хаб для видео с игр разных коалиций стримеров. Goblin Roll. И вновь канал с записями игр. Но чем же он отличается от остальных? Тем, что они играют в авторском сеттинге «Расколотое солнце». Нет. Тем, что вы никогда не узнаете, как выглядят квартиры мастера и игроков. Ибо фон скрыт наложенным изображением. Ypsilon 9. Уникальный случай, когда мастер успевает одновременно полноценно водить и играть. Nails Art. Это история про блокнот по Pathfinder'у и спонсор завода по кирпичам. Roundabout D&D. Дивный подкаст мастеров о наболевшем и не только. Сам я, увидев качество и старания ребят, залетел к ним гостем. Микки Майк. Богоподобные переводы богоподобных дерьмовых гайдов по D&D. Посчастливилось даже и мне принять участие в одном из них. Он убивает, он ужасен, отвратителен и зол. Или, возможно, он метафора. Олицетворение того горя, что продолжительно влияет на нас со времен эпохи разума. Или может мы все... Смарт. Театр и драконы необычный метаморфоз. Даже все это отдает неким арт-хаусам. Но невероятно затягивает. С этого дня я хочу такого же баяниста, чтобы он всегда сидел на заднем фоне и играл музыку. Дейгр. Never Dies. В мире, где магия давно утеряна, странным образом встретились носители волшебного дара. И это вновь смотрибельная партия. Вам уровень и полторы тысячи урона D&D. Если вам интересно посмотреть, как играют люди через тейблтоп-симулятор, то вам сюда. Игра Секта. Вот это я понимаю. Давно пора принять, что Нриета та еще Секта. А так, на канале залиты интервью мастеров, лекции и авторская музыка. Red Hat Dinosaur. Годный разбор знаковых личностей. Страт фон Заровича, Ацессерака, Валиндры, Видеотека, Сники Дайс. Это мой второй канал, куда я планирую грузить короткие видео. Поэтому подпишитесь, кто любит такой формат. Family Dice. Если у вас есть дети и вы хотите с ними играть в настольные ролевые игры, то этот канал был создан для вас. Обидно, что пока все остановилось на детской игрушке Hero Kids. И хочется верить на реинкарнацию канала. Чайный паладин. Кружкой чая в одной руке, с микрофоном в другой. Чайный паладин проведет вас сквозь жуткое, дурно пахнущее от болота, именуемое популярной культурой, прямиком из царства годноты. Меркут. Как создать детектив, продакшн и прологи. Пока на этом все. Меркут, приятный контент, давай возвращайся. Pointless Lysium. Забудьте про подземелья и драконы, тут вас ждут подземелья и коктейли. Ребята играют под коктейльчики и даже расстояние не способно остановить их партию. Тупо 20. Вредные и хорошие советы, действующая рел-компания и рубрика с душевными, ой, то есть душными разговорами имеется. Полноценненько. Комнатный рыцарь. Авторы канала это вампиры, которые эмигрировали из Европы и рассказывают о различных исторических фактах, орудиях и одеждах своего времени. Если вам в ленту залетят их короткие видео, то это символ свыше, что вы прирожденный ролевик и пора углубляться в историю. Желатиновые кубы. Тезисно, кратко, внятно, увлекательно и задорно раскрывают важные темы. Офигительный канал. Грани реальности. Обзор древних и не очень фильмов. Записи ДНД игр прямиком из Оренбурга. Ситман ДНД. Эх, как же приятно усесться у костра и послушать истории из чужих ДНД партий. Какое же удивительное хобби мы с вами попали, ребята. Awakened DM. DM пробудился, чтобы рассказать вам о том, как играть за Человека-паука в ДНД и похвастаться своими крутыми ширмами. Реально крутые. Домашний сыч. Доброе утро. С вами Домашний сыч. Хранители легенд. Раздавайте, делитесь. Ну, качество годное. Не нужно никакие легенды хранить. Их нужно разносить и по всему миру, чтобы отголоски ваших легенд были. У кубов есть глаза. Полностью поддерживаю. Еще у кубов есть душа. У некоторых еще есть чувство юмора. И явно крутые компании. RPG Storian. Тебл, топ, партейки, разборы стареньких RPG. Шуша Фокс. Витубер и ДНД. В этом явно что-то есть. Мы обязаны орка-подкастера запихнуть в ДНД. Он витубер из Древней Руси витубер у нас. Орк-подкастер стрима. А двой? Такое есть, ладно. Ладно, такое есть. Проверил. Вайрайс. Помню, меня кто-то просил скинуть морские приключения. И тогда я ему отправил какой-то ваншот и правила боя в воде. Если что-то подобное хотите, за телеграмм там много классного контента. Но в любом случае, может быть меня просили скинуть вот эти морские приключения. Забирайте. Кому это надо было? Забирайте. Груви Тим Хобби. Игра по вселенной Mad Max. Мое уважение. Снимаю шляпу. Тейбл Вобблэрс. Один мастер и один игрок. А больше и не нужно. Если не согласны, то переходите на этот канал, чтобы убедиться. Вся пати сдохла. Начиная смотреть их кампейн, знайте, что чеховское ружье в виде названия канала уже давно заряжено. Трактирщик Ник. Он может предложить вам разбор древнейших редакций ДНД и разбор домашних правил Лескса. Да, вы не ослышались. Ну, в трактирах и не такое происходит обычно. Поэтому у тавернщика все в порядке. Доктор Строк. Не знал, что у XP2 Level 3 есть свой русскоязычный канал. Ну, нет, конечно же, я шучу. Это как бы комплимент к качеству озвучки. Здесь живут драконы. Теперь я понимаю, почему ни в одной из ДНД партий я так и не встретил драконов. Они все живут на этом канале и, видимо, пишут подкасты. Ноу РП. О, это канал Саши Бриганова. Изумительного мастера из подземелья Чикенкаря. Чикенкаря. Как я мог забыть о удивительном феномене российского направления ДНД. Чтобы осознать всю влиятельность, можно только взглянуть и понять, что ролики подземелья Чикенкаря собирают больше, чем свежие ролики Critical Role. Одно можно утвердать точно. Александр Бриганов мастак своего дела. Сказатели. Ну-ка посмотрим, что они тут рассказывают в своей актуальной компании. Значит так. Если не хотите, не подписывайтесь на канал. Сказатели. Вы нам все нужны. Понятно. Клубок приключений. Этот волшебный клубок приведет вас прямиком к качественным гайдам по классам и регулярной кампании по авторскому сеттингу. Уже видя астральные корабли, выражаю респект. Eastern Lands. Еще один адепт о возрождении старой школы. Во многом он перевернул мое понимание о концепте ОСР. Project NRL. Я в свое время не осилил на Рипа Ведьмаку. Мне она показалась слишком витиеватой. Теперь буду знать, к кому обращаться. Феликс Тейл. Когда я записал видео по ускоренному, спонтанному созданию своего сеттинга, я еще не знал о существовании такого, такого алмаза. Это лучшее, что пока что я видел на ютубе в помощь для создания своего мира и сеттинга. Отсмотрев этот цикл видео, я бы уже успел создать свой сеттинг, только пока фитиль вспыхивает. Подземелья и драконы и парни. Нет, это подземелья и драконы и стендапера. D&D Madness. Мрачные превьюшки скрывают беседы игроков в 480p. О тонкостях создания персонажа. Drink and Dice. Что будет, если при каждом выпадении единицы и двадцаток на кубах распивать крепкие напитки? Будет послезавтра. Косота. Оригинальное видео о тактике гоблинов открыло мое понимание о том, как можно строить бои. А тут такой сочный и доступный перевод. Автору спасибо. Реневал. Вместе с Реневалом вы успешно начнете познавать лор и ее основной сеттинг пастфайндера. Таинственная дверь. С дверью вы успешно начнете познавать лор, механ и основы сеттинга Нри Старфайндер. Тук-тук. Кто там? Озвученная D&D мема. Сундук дракона. Канал Магазинчик из Тольятти. Автор залетел на утреннее шоу в телек. Это, кстати, прикольный подход. Неправильный мир тьмы. О нет, это как раз таки правильный мир тьмы. Кто любит вампиров, вам туда. Конифер. Ребята стримят свои игры, а потом выпускают мультфильм-пересказ за 5 минут. Еще и приложу, купили для удобства игр. Шуба из Инкуба. Но тут скорее кожанка бы вышла. Ну а по каналу вы определенно натыкались на эти крутые переводы. Ситман, переводы D&D. Если бы меня попросили что-нибудь перевести, то это выглядело примерно следующим образом. Как ты это делаешь? Всегда правой. Благо не я автор всех этих шикарных переводов. Поэтому прошу, все кто что-то переводит, продолжайте. Лайв канал Руди. Если вы балуетесь такими вещами, как просмотр подземелья Чикенкари, то вам определенно зайдет этот товар. Я бы сказал, тут такой же сорт, но более по-домашнему. Псевдоплот. Если вам нужно больше Руди и зашел в формат, но не можете дождаться новых роликов, то вам и псевдоплот зайдет. Уголок Гэма. Бывало у вас такое, что ваши друзья, наигравшись в D&D, без умолку рассказывают истории из своих партий. Если у вас такого нет, то вам в этот угол. Странное местечко. Нет, это не странное местечко. Это оху**ное местечко. Полагаю, все видели NPC-мена, А перевод компании Critical Role вы видели? Здесь ты стоишь в центре толпы, которая шумит и толкается вокруг тебя. О, слишком хорошо. Мне даже не верится, что такое существует. Избитая история. Автор сугубо для себя озвучивает видео. Но автор знай, я их уже посмотрел, и технически это уже не только ты для себя делал. TC Pathfinder 2 редакции. Отличная школа правил Pathfinder 2 редакции. Студия 101. О, а это крупнейшее и старейшее российское издательство настольно-ролевых игр. Спасибо вам. Скоро обещаю, куплю у вас тайные хосферы. It's all a Geltzola game. AV Groups. И AV SCP. Кстати, помните, я издавал телепузиков? Да, такую нри мы написали. Сейчас мы занимаемся рискином и делаем ролевку по SCP. Если вам любопытно такое, и вы бы не хотели это пропустить, то подписывайтесь на телеграм. Рано или поздно вы увидите этот шедевр. Кубы в огне. Ветер у ребят в голове поддерживает огонь на кубах и в их сердцах. Молодцы! Q-D-R-N-T-R-P-G. Артём расскажет вам о том, как нюхать женские тру... Охм. О том, как играть в японские нри. Названный рассказчик. На фоне шкафа вы сможете послушать о том, что не нужно играть только в ДНД. Полностью поддерживаю. Играйте в телепузиков. Сумрак. Легендарий. Действительно легендарный. Мастер-историк. Сеттинг на основе переплетения реальной истории и путешествий во времени. Это заслуживает вашего внимания. Данжемастер. Если вас интересовал ответ на вопрос, как играть за Бэтмена и за Шепарда из Mass Effect, то прошу милости на этот канал. Шамок. Короткие нарезочки с ДНД партией, посыпанная приправой из монтажа. Наритик. На канале одно единственное видео. Можно ли играть в нри неправильно? Ролевой трунь. Как можно в виде игру по вселенной Бионикла не взять и не подписаться? Уже молчу про шикарное противопоставление нри. Похождение. Ролевая игра по Last of Us. И очень странным делом... Я уже подписан. Меня легко таким заманить. Дэнджем-хамстер. Когда нейросеть отберет у тебя работу, ты будешь плакать. Но вот когда нейросеть отберет у тебя еще и твое хобби, то ты будешь рыдать. Поверь, ты будешь рыдать. Маскнотик. Больше фейта богу фейта. Чтобы у ролика осталась возможность не взорваться от того, что его разрывает изнутри напичканностью каналами, я решил в конец оставить большой-большой-большой список из ребят, которые записывают свои игры. Дэнджемс Визаут Драгонс, Аннетчурал Уан, Миркоторис, Ролевое Хрючево, Уголок Диплойта, Кританутая, Имэджин Ролл, Лампур Ноу Лимит, Лапки, Солид Дэнджен, Таверна Фармера, Зона Дискомфорта, Джексон ТВ, Мэйд Ин Хевен, Дон Макарон Лайф, Куюгва, Темная Чашка Петрул, Таверна Дом Дверей, Слоновая Кость, The All 1337, Пайгрин, Дайс Роллер, Уишпорт, Монстрюки, Творческая Комната, Дэндженс Энд Сафарин, Эден Ди, Ириллиум Нри, Торговец с Казками, Золотой Лис. Ну вроде всё. Всё, что я смог увидеть, посмотреть, дать ему оценку, я вставил в этот ролик. Настало время подвести итоги. Видно, что на ютубе теперь тьма тьмущая записей игр. Теперь вам, как мастерам, круто. Есть возможность вдохновляться, наступать на чужие грабли, понимать и смотреть, что вам больше подходит, что меньше. В сравнении с зарубежным ютубом всё ещё очень мало развлекательного контента в анри тематике. Я всё ещё не понял загадку, почему так много просмотров на моих видео. Может быть, вы ответите на этот вопрос. Ну и тяжело не заметить удивительную, невероятную тенденцию того, что людям интересно, они вовлекаются и уже обычный народ, который никогда об этом не слышал, с удовольствием смотрит и играет в настольно ролевые игры. Круто видеть, как вот буквально на глазах развиваются хобби. Ну и ещё, конечно, грустно, что многие каналы перестали снимать видео. Я очень надеюсь, что моё упоминание хотя бы немножечко разожжёт эту искру и будем ждать их триумфального возвращения. Ещё раз, все ссылки на ДНД и на Ри Криэйторов в описании. Переходите, подписывайтесь. Мы все объединены одним увлечением и должны друг друга поддерживать. Не забудьте бахнуть лайк под этим видео и напишите, кого я упустил, кого вы смотрите. Может быть, стоит сделать подобное видео, но с зарубежным контентом. В общем, жду ваши комментарии. И, конечно же, хочу выразить огромнейшее спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Boosty. Напоминаю, что ещё есть шанс, есть шанс залететь в подземелье, в мой бумажный мир чернил и драконы. Местечки ещё есть. Все ссылки в описании. Жирнейшее, отдельнейшее спасибо, конечно же, Карине, Мятежнику, Джеку. Deus Ex Machina, Гилм Геймсону, Кандидату, Блэк Рипперу, Доктор Морсу и Алекс Висим. Всё, вылазят видео. Переходите, смотрите другие мои видео. Или лучше даже опускайтесь вниз и переходите на каналы других ребят. Всё, я был рад поведать. И надеюсь, теперь вы увидите, увидите и расширите кругозор. Классные креаторы. Я очень рад, что мы все с вами на одной платформе, пока что, которая не заблокирована. Продвигаем на ревмассы.